Красноярские экологи составили полную картину, что портит красноярцам воздух последние 10 лет. А чиновники теперь решают, как бороться с причинами. По словам красноярских метеорологов, сегодня самый чистый район Красноярска выделить сложно. Превышение загрязняющих веществ они фиксируют то тут, то там, по всему городу. Многое зависит от того, куда дует ветер. Самые свежие данные выглядят вот так. На прошлой неделе сразу несколько районов страдали от высокого содержания тилбензола, а ленинские еще и от формальдегида. Рейтинг районов с самым грязным воздухом за последние полгода открывает центральный район. На втором месте, как ни странно, железнодорожный, за ним Ленинский. Хотя, отмечают специалисты, даже десятки лет назад ситуация складывалась не лучше, чем сейчас. Уровень загрязнения в городе Красноярске очень высокий. Однако, высокого загрязнения существует такое понятие, как высокое загрязнение каким-то веществом. То есть, когда максимально разовая концентрация превышает 10 раз установленный норматив. Вот в городе Красноярске за последние 5-10 лет такого превышения мы не наблюдали. В советское время было такое, что там по сероводороду, по-моему, 10 раз, или по какому-то другому веществу наблюдалось. А сейчас нет. Красноярские экологи приводят другие цифры. Индекс загрязнения воздуха в Красноярске. Он рассчитывается по пяти главным отравляющим веществам 23 единицы. Для понимания, более-менее комфортно дышится при 14. Но, что интересно, в том же непромышленном Минусинске этот показатель тоже очень высокий. Специалисты объясняют это тем, что изменились источники загрязнения. За последние 5-7 лет увеличение выбросов идет только по автотранспорту. Другие источники загрязнения, от массивного воздуха, стационарные источники, уменьшают свои выбросы в абсолютном и в относительном количестве. Свои слова экологи подтверждают исследованиями. Несложно посчитать, что с начала 2000-х автомобильных выхлопов стало в три раза больше. Чиновники делают ставку на 4-й мост, он разгрузит магистрали. Но ждать его еще три года, пока же в администрации начать решили с городского транспорта. Сейчас на линию автобусы выпускают только после замеров выхлопов. Вместе с тем экологи предлагают и альтернативные методы. К примеру, говорят они, если перевести ТЭЦ и ГРЭС, а это около трети всех городских выбросов, с угля на газ, то загрязнять воздух они будут вдвое меньше. Кстати, тотальную газификацию планируют затеять и краевые власти. Но чтобы полностью перевести все котельные на газ, потребуется больше десятка лет.